Во-первых, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Слушайте, это было реально непросто. Я рад видеть многих своих давних товарищей, с которыми я не одно десятилетие уже защищаю демократию в нашей стране. Ну, конечно, Андрея Нечаева, которым действительно уже три десятилетия вместе. В зале присутствует тоже много людей, которых я очень хорошо знаю. Очень важно, что в зале присутствует и молодежь. Тот самый штаб кандидатов во главе с Дмитрием Кисиевым, Игорем Артемиевым, который делает всю основную работу. Люди реально не спали, наверное, два месяца. Несмотря на все эти репрессии, несмотря на ужасную обстановку в стране, вот не все такие молодые ребята, которые здесь стоят и проводят съезд, уехали. Многие остались здесь, планируют жить в нашей замечательной стране и делать ее лучше. Нам всем предстоит непростая задача. Сто тысяч подписей собрать. И ни в одной Москве, или ни в одном Долгопрудном, где я бы это сделал, или Андрей, легко, да, в нашей огромной стране, в 50 регионах. Далеко не во всех регионах нам, кстати, рады были, когда мы провозили конференции и когда мы будем собирать подписи. На нас с вами лежит огромная ответственность, потому что уже почти три тысячи человек дали донаты нам. Кто-то дал сто рублей, кто-то тысячу. Это действительно удивительно. В моей длинной политической биографии такого никогда не было, чтобы тысячи людей поддерживали. Некоторые даже пишут, небольшая пенсия, могу 40 рублей. Все, что здесь происходит, это сделано не на деньги олигархов, не на какие-то там, как мне многие говорили, наверное, за тобой стоит Кремль. Никто не стоит. Это вот люди, которые здесь живут, в нашей огромной стране, нам помогают. На нас лежит огромная ответственность, потому что уже многие тысячи людей по всей стране готовы поставить за нас подписи. Но еще одну вещь скажу. Самое главное, что миллионы людей, миллионы людей в нашей России уже понимают, что страна идет не туда. И готовы бороться за перемены. И десятки миллионов людей уже почувствовали на своей шкуре, что иллюзии безопасности и стабильности заканчиваются. Это видно каждый день. Люди хотят мира. Люди хотят жить в обстановке определенности будущего, понятного будущего страны. И сегодня я хочу сказать важную вещь. Что я иду на выборы с абсолютно простым и понятным лозунгом. Путин должен уйти. Путин ведет страну в тупик. Путин ведет страну в тупик. Он ввел Россию в ту самую колею. В колею авторитаризма, милитаризации, милитаризации, изоляции. Это та самая колея, которая убила и Российскую империю в 1917 году. И страну, где я родился, Советский Союз в 1991 году. Путин видит мир из прошлого и тащит Россию в прошлое. Мы видим, какими чудовищными последствиями это оборачивается. Мы видим, что страна скатывается в феодализм и мракобесие. В буквальном смысле этого слова. Госпропаганда превращает россиянина из человека разумного, которым мы стали в результате эволюции. Человека ненавидящего. Каждый день с экранов телевизоров льется поток слов, вызывающих ненависть к соседям, ко всему миру и друг другу. Почему я особенно рад молодым в своей команде? Потому что нам нужно будущее. Нам нужно будущее такой страны, с которой не будут все убегать. А страны, в которые будут стремиться приехать и вернуться многие уехавшие, образованные и свободные люди. Мы здесь начинаем поход за нормальное будущее нашей Родины. У нынешнего руководства нет какой-то понятной картины будущего, которая бы соответствовала 21 веку. На мой взгляд, они сейчас работают над одним проектом. Сделать так, чтобы Владимир Путин оставался начальником еще дольше, чтобы он наконец обогнал Николая Первого и Сталина по сроку пребывания у власти. Ему немного, в принципе, осталось. Ничего хорошего в этом не вижу. Почти четверть века Путин последовательно уничтожает фундаментальные институты современного государства в стране. У нас нет самостоятельного парламента. У нас нет независимого суда. Разрушается федерализм, местное самоуправление. У нас нет честных выборов. Путин совершил фатальную ошибку, начав специальную военную операцию. Эта ошибка будет очень долго влиять не только на судьбы всех людей, которые здесь находятся, и на судьбы всего мира. Ни одна из заявленных целей специальной военной операции не выполнена. И очевидно, что не может быть вообще выполнена без огромного ущерба для экономики страны и, что самое ужасное, невосполнимых потерь для демографии. Многие тысячи людей погибли и стали инвалидами. Люди боятся заводить детей. Покажите слайд про демографию. Не этот. Вот посмотрите сюда, предыдущий. Я специально показал картинку, как война повлияла на демографию Советского Союза. Это 1946 год. На этой страшной картины темными показано, сколько людей погибло. То есть смотрите, 35-летние мужики в 1946 год, вот это вот та часть, которая из них погибла. Видите, да? Это 20 миллионов человек с лишним. Но еще более страшная цифра, это не сколько погибло, это страшно, а сколько не родилось людей. Посмотрите, вот это, вот это, видите, как много, это количество пятилетних в 1946 году. То есть те, кто родился в 1941 году, то есть был зачат до войны, видите, да? А теперь смотрите, как это провалилось, да? То есть в 1941 году было зачато 5 миллионов человек, ну, 2,5 миллиона мальчиков, а здесь в несколько раз меньше. И вот это эхо войны отражается много поколений. Покажите слайд 2003 года. Вот эти люди, это те, кто родился, видите, провал? Им сейчас, понимаете, да, 80 лет. То есть больше 90-летних в стране, чем 80-летних. А вот эти провалы, это их неродившиеся дети, да, которым сейчас 60 лет. Это минус, вот это минус 20 миллионов человек, а это минус 50 миллионов человек, да, с половиной ребенка. И вот сейчас вот этот провал, это неродившиеся внуки, те, которым сейчас 20 лет. Это 100 миллионов человек. Вот такие последствия бывают от военных конфликтов. Это очень важный момент. Конечно, жалко тех, кто погиб, стал калекой, это ужасно. Но это еще и неродившиеся дети. Здесь находятся представители семей мобилизованных. Вот они сидят, женщины, да. Я многих лично знаю, у кого-то муж, у кого-то сын. Мы их поддерживаем и поддерживаем их группу, она называется, Путь домой. Пишем обращения, пытаемся сделать так, чтобы их мужья и сыновья вернулись живыми и здоровыми. А все это закончилось. Ну, пойдем дальше. Понятно, что уход Путина, который исторически точно неизбежен, это лишь первый шаг. А что делать-то? Что нужно делать? России предстоит пройти трудный путь поворота к будущему. Я готов разделить со страной сложности этого перехода и, в общем, понимаю, как надо действовать. Вам будет роздана моя предвыборная программа, точнее, это будет предвыборная программа партии, когда вы ее одобрите, чуть позже. Но основные тырисы я скажу. Я назвал бы эту программу «План Надеждином». «План Надеждином». В ней три части. Внутренняя политика, экономика и социальная политика и внешняя политика. Подробности, еще раз говорю, будут показаны и розданы всем, как я понимаю, делегатам чуть позже. И на сайте она будет опубликована, может, даже опубликована. Поэтому остановлюсь на самом главном, буквально несколько слов. Часть первая называется «Восстановить институты без срывов хаос». Это суперважная задача, потому что институты современного государства в России абсолютно не работают. Первое, что я сделаю на посту президента, это освобожу всех политических заключенных. Это абсолютно недопустимо, когда в стране люди получают огромные сроки. По сути дела, за критику власти, за то, что написали какой-то пост, который не понравился какому-то начальнику. Что-то там сказали где-то, да. И вот теперь они экстремисты, фейки и все такое. Главным шагом по реформированию России, конечно, являются честные выборы. Вот одна из задач, которую я буду решать в ходе избирательной кампании, просто провести максимально честный подсчет голосов. Мы будем назначать наблюдателей. У меня есть огромный опыт того, как заставить честно считать голоса. И честные выборы – это единственный известный человечеству способ сделать власть подотчетной народу, а также периодически ее сменять. И тем самым обеспечить федерализм, разделение властей, ну и в том числе местное самоуправление. Важнейший вопрос – это вернуть реальный федерализм и местное самоуправление, в том числе вернуть регионам и городам деньги. Вот покажите картинку, вот эту первую, которая была. Это тоже удивительная история, которая происходит при Путине. Вот смотрите, это федеральный бюджет. 22-й год, нынешняя и проектировка следующего. Вот это красное – это оборонные расходы. Ну мы понимаем, что это такое, да. А зелененькое – это расходы социальные, включая образование, здравоохранение и все такое. Вот смотрите, красный столбик вырос в два раза, соответственно эти упали. Понятно, да? Ну и прочие расходы бюджета – это в том числе дороги, в том числе наука и все такое. Вот этот красный столбик растет, 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 растет. А зеленый уменьшается. А теперь смотрите, в чем дело. Именно из региональных и местных бюджетов финансируются школы, больницы, благоустройство городов и все такое. А из федерального бюджета при Путине в основном военно-полицейские задачи. Поэтому чем больше денег мы оставляем регионам и городам, ну понятно, да, тем лучше людям. И это абсолютно правильно. Значит, несколько слов про вторую часть, про экономическую и социальную политику. Здесь огромное спасибо Андрею Нечаеву, который один из известнейших российских экономистов, более того, лично руководил экономикой страны в тяжелейшее время. Потому что, я вам честно скажу, я неплохо разбираюсь в Конституции, в выборах, там, в судебной системе и так далее. Но по части экономики я немножко слабоват. Но благодаря тому, что есть Андрей Алексеевич и многие другие коллеги, которые участвовали, вроде там программа получилась в этой части неплохая. Вот удивительное дело, в принципе, если вот слушать, что говорил Путин все эти четверть века, с ним можно согласиться. Он говорил, в принципе, все время правильные вещи. Про развитие малого бизнеса, переход от сырьевой экономики к экономике высоких технологий и так далее, и так далее, и так далее. Проблема в том, что при его политике абсолютно этого невозможно добиться. Потому что экономика развивается, когда есть уважение к частной собственности, когда есть независимый суд, когда реально работают институты государства, а не происходит то, что происходит. Третья часть. Внешняя политика, поворот к миру, так я это назвал. Первое. Это тяжелейшая история, кстати. Россия должна как можно быстрее закончить специальную военную операцию. В том числе, чтобы вернулись домой к своим семьям те ребята, которые там сейчас на фронте. Это тяжелейший вопрос. Да. Проблема заключается в том, что завершить эту операцию, а это часть противостояния с западным миром, да, это серьезная проблема, абсолютно невозможно, если не восстановить доверие, не восстановить доверие между Россией и Западом условным. Это путь, который должны идти обе стороны. Понимаете, какая история? Конечно, нужно, чтобы мы в России, и наша пропаганда тоже, надеюсь, она развернется в правильную сторону, когда я стану президентом. Надо, чтобы наша пропаганда видела в Европе не только то, что там было, тоже было. Там Сигизмунд приходил, Наполеон приходил, Гитлер приходил, это чистая правда. Но вообще-то в Европе еще Леонардо был, Бах был, Эйнштейн был, это тоже европейцы, да. Важно, чтобы Европа точно так же увидела, что происходит в России. Сейчас она в России видит там жандарма Европы Николая Первого, Сталина, Путина сейчас видит, да, с его специальной военной операцией. Но вообще-то Россия, это еще и Толстой, это еще Чайковский, это еще Ландау и Лившиц, великие физики, мои учителя, можно сказать, на фистихе. Менделеев. И вот эти завалы, недоверие и ненависть придется разгребать. Это долгая и тяжелая работа, но ее надо делать, конечно. И я уж больше скажу, восстановление доверия России и наших соседей позволит в том числе, конечно же, решить проблемы санкций. У нас сейчас огромные проблемы из-за того, что санкции. Но конечной целью внешней политики России, конечно, должно быть конструктивное отношение со всеми странами, особенно с соседями, историческими партнерами. Ну и, конечно, я постараюсь сделать мир открытым для россиян. Мне кажется, что все вот эти заморочки с визами и загранпаспортами надо заканчивать. В конце концов, я думаю, подавляющее большинство из нас совершенно не собирается убежать из страны и куда-то переехать, если все будет здесь нормально. И мы хотели бы, чтобы наши дети и мы сами ездили свободно по всему миру, но всегда возвращались домой. Вот. Нам предстоит большая тяжелая работа. Мы находимся на самом старте, на самом старте пути. Нам нужно пройти фильтр Центральной избирательной комиссии, уважаемые, чтобы нам счет разрешили открыть. Надеемся, все получится. Нам нужно будет собрать 100 тысяч подписей, нам нужно будет провести агитацию. Но сегодня мы начинаем тот самый первый шаг. Но если потребуется, если потребуется, я лично готов и надеюсь вы тоже сделать хоть тысячу шагов, хоть миллион шагов, которые нас доведут до победы, а у России к нормальной жизни. Спасибо. Спасибо.